добрый день мои дорогие зрители всех приветствую всем рада с вами наталья ну что суббота у кого-то выходной а кто-то идет на работу погода в москве морозная утром было минус 18 сейчас вот уже обед минус 10 солнце небо голубое ну прям зима зима кошка сидит на окне умывается нам гости не нужны поэтому все хорошо что хорошо кончается чем нас вчера семья быковых удивила женька вынашивала 5 месяцев себе живое существо и выродила кактус за 100 рублей из магнита но это было снято так как будто у нее там боже мой я даже не знаю кто там у него мог сидеть какой-нибудь зверек экзотический а тут вам и кактус да и она такая рада и такая рада этому кактусу я не могла дать завести цветы в этом доме потому что думала что я отсюда съеду ну правильно ждала наверное каждый раз когда мама на ее выгонят с квартиры но они что вроде бы как разжопились но она остается и теперь у нее есть затем ухаживать и ей даже сказали что он вырастет большой и будет свести вот мне интересно а если ты раньше еще пять месяцев назад завела кактус чего проблем его перевести в другую квартиру тем более вот такой маленький я думаю что нет совсем нет что-то здесь другое и тем более кактус ты же вот такие экзотические цветы и выращивал у мамы да такие красивые они у тебя все цвели отчету мам цветы своей не забрала да в чем проблема то забрать цветы было забрала бы и все поэтому уже не радость и и теперь есть иннокентий самое интересное цветку дали имя кеша нет кеша это как-то совсем скромно иннокентий она к нему интересно на ты ли на вы будет обращаться к этому кактусу но это не одна радость вторая радость вчера мама вышла в лепешках днем ну по-моему вчера или позавчера я уже забыл когда это было чем кольца на купила такая тоже рады и рады кольца купила обручальные а почему ты они ум не муж ты могла только в том случае купить кольца если женился кто-нибудь из твоих сыновей тогда да ты купила костюм дорогой который якобы где-то на гвоздике висит в твоей комнате у тебя ни одного шкафа в комнате нету ну ты прошлый раз на стриме хвалилась что костюм висит в твоей комнате но где-нибудь на гвоздики наверное просто не так накрыт белый найти как раньше в деревнях гвоздики набиты вещь какая дорогая она вот просто не белая окутана и висит ну что мухи не засидели дальше что а дальше вечером быкова выходит в лепешке такое впечатление это по крайней мое суждение личное что она была пьяная такую ее мы видели когда на новый год она вот такая же была на день рождения женьки когда она сидела квасила точно такая же и вот вчера на ой ко мне приехали гости вы меня не теряйте я вот тут сижу мы тут так посидели хорошо ко мне из калмыкии приехали вы представляете три тысячи километров так стоп от мичуринска да и листы это столица калмыкии всего лишь восемьсот пятьдесят километров ну плюс минус два три километра где три тысячи километров три с половиной тысячи километров до барселоны из москвы на машине три с половиной тысячи километров и листа там даже тысячи километров нету но нету там тысячи километров почему три они через кунцева в америку ехали или через париж к быковой мичуринск откуда она взяла эти три тысячи километров ну хоть бы карту открылся посмотрела где она даже не знает где калмыкия находится вы кого объясню тебе вот когда ты ехала к саньку волгоград то немножечко от волгограда в другую сторону поворачиваешь и ты едешь калмыкию то она находится на границе с волгоградской области да и поэтому ты зря не посмотрела карту где это находится но это почти рядом где живет твой санек ну вот совсем чуть-чуть даже не волгоград она даже к астрахань между астрахани и волгоградом вот волгоградской области там калмыкия но по крайней мере да и листы 850 километров от мичуринска но никак не три тысячи до быкова не соврет и дня не проживет ну что еще анюю я так поняла чтобы не приезжали гости коз покупали да у нее там еще одна коза катилась принесла козленка и опять она говорит что козленка она подарит но наверное тому кто купит козу это как довесок да с почином пускай будет как на рынке там у нее вышел анонс что у нее сейчас два часа дня по москве выйдет ролик кормилица она продала вот народ уже в телеграм-канале как-то рассуждает рассуждает и думает это будет видео про коз как она их оптом продает за бесценок или все-таки она продала парочку коров но при этом она все время кричит у меня нет денег знаете я так посидела подумала и я думаю что коз она продана хотя сказал что купила зерно ну ладно будем верить что она купила зерно коров она сейчас продаст ну так тысяч по двести каждая приблизительно наш кол подешевле будет отдавать ну может быть 180 штук купила не она купила подписчики купили и дальше она что будет делать наверное она уже знает сколько ей платить по фас штрафу но так как они теперь с лёхой на пару да ты думаешь даже не на пару там скорее всего быть лёха она будет прикрывать пятую точку своему сыну она свадьбу будет собирать хотя она всем сказал это подарки кто еще не сделал подарки ей на свадьбу во первых еще нет свадьбы это раз во вторых ты не показала кольца даже коробочки не показал это два третьих ну костюм жениха ты покажи на вешалочке да на гвоздики это же не свадебное платье про который ты говоришь что я вот все хочу в нем выйти но боюсь потому что жених увидит костюм бы показала нам ничего не показывать не нам нам не надо хомякам подписывать ничего не показывают но про все говорят и она три будут когда у тебя бы кого состоится свадьба кто-то будешь с колечком когда ты покажем ты можешь даже фамилию жениха скорее спрятать показать свидетельство о браке ты нам даже свидетельство рождения вероники не показала варвары пардон варвары не показала мы точно не знаем дату мы так и и вышли по праздникам что якобы там 18 июля ты родила по моим подсчетам гораздо раньше числа 16 ты родила ее ты даже не показываешь это вот все ждут год год когда ты будешь отмечать все таки ты когда нибудь поговорить и бы кого когда у тебя родилась парка варвара красота это и также про свадьбу но ты нам хоть свидетельство о браке покажи ты можешь закрыть пальчиком фамилии ими жениха с даты рождения а показать нам но ты же ведь ни одного документа то ты документы из фаса и суда ты выложила полную раковину всем показала все паспортные данные свои все паспортные данные своего сына не стесняясь знаете народ пользуйтесь а про свадьбу как-то во первых должен быть какой-то документ сейчас не знаю как сейчас раньше давали такой документ когда свадьбы но не знаете приглашение что это но я не знаю как сейчас у меня сын женился 17 лет назад дочь вообще давно выходила я так вообще уже в марте будет 45 лет как выходила замуж я не знаю какие сейчас правила ну то что все бла-бла-бла сейчас посмотрим видео каких кормилиц она продала но она опять будет сидеть вечером сегодня собирать я думаю нет сегодня на не будет не 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 она в москву уехала она же собиралась ехать москву в эти выходные поэтому сейчас видео она поставила предварительно сама умоталась наверно еще с утра в москву если приедет вечером или завтра и поэтому еще не знаем поехала ли она москву торговать отвозить продукцию но что-то у него там какой-то сбой был у нее тоже была информация волюшки что там какой-то сбой у него произошел сейчас она все сделает и все будет хорошо москвичи ждите или посылки ждите что-то в этом роде мне очень интересно она скорее всего если выйдет только завтра вечером ну может и сегодня я могу ошибаться как любой человек может и сегодня выйдет видео но то что его это будет показывать или лёха или федя неважно кто она уже подготовила она об этом сказала ее не будет и куда уйдут денежки мы тоже не знаем но она сказала что жених свадьба оплачивается хочется верить очень хочется ну на эту минуту пока все новости посмотрим видео может вечером я выйду и поговорю об этом но не думаю что там что-то будет интересное всем пока пока до встречи